Привет, просветители! Да, иногда они возвращаются. Если посмотреть на название ролика, то звучит эта фраза достаточно двусмысленно. Я знаю, многие считают, что сиквелы хуже оригинала, но, уверяю вас, это не тот случай. В этот раз наша героиня вооружилась сильными, так и хочется сказать, запрещенными веществами, аргументами, поменяла имя и стиль, завела новые соцсети, почти 50 тысяч подписчиков в ТикТоке. Это вам не хухры-мухры. Но, по сути, это все та же старая, добрая, никакого и джизма, Катенька, которая все продолжает воевать с менструацией и логикой. Достойные соперники. Ровно год назад на моем канале вышел обзор на Екатерину, так хочется сказать, великую. Девушку, безусловно, просветленную и неординарную, потому что выпустить вот это, как говорится, не каждому дано. Здоровая женщина не должна стекать кровью, ведь любое кровоизлияние, это желание отомстить на тонкоматериальном плане и на психосоматике. Тогда почему же у женщины тут месячные? Да очень просто. Мамы с детства засадили девочкам в мыслеобраз о том, что они у тебя придут. И вот на днях в инстаграме подписчики мне в директ присылают ссылку на ее новые аккаунты. Прям-таки Катюша 2.0. Девушка снова разрывает инфополе и зазывает новых учеников и учениц на свои курсы. Внимание, она готова переобучить психологов, попутно доказывая, что именно она знает, как должен функционировать женский организм. О, приближается конец года, пора снимать очередной сблев о менструации. В этом году Катюша пошла немного дальше и призывает женщин отключить у себя месячные. Да, все настолько плохо. А вы знали, что у здоровой женщины месячных нет? Нет, не знали. Мы школу после четвертого класса не бросили. Здоровая женщина не должна истекать кровью. Где-то это мы уже слышали. Ведь любое кровоизлияние это желание отомстить на тонкоматериальном плане и на психосоматике. Вот и она родимая, психосоматика курильщика. Аж на душе теплее стало. Женщина, которая живет осознанно, понимает, что выключая месячные, она запускает в матрицу долголетие. Поэтому если у вас есть месячные, значит вы тяжело больны. Вот мысль про больны удержи, пожалуйста. И вместе с ней, и со всеми своими видосами в ТикТоке и на Ютубе. Да, у нее теперь еще и канал появился. К психиатру. Срочно. У 46% женщин месячных нет. Так у кого же? У тех, кто на сносях, у югин, у веганок и у тех, кто их выключил. И этот процесс совершенно не связан с деторождением. Сегодня большое количество женщин, имея месячные, не могут зачать. Логика просто железная. Менструация не связана с деторождением, потому что не каждая женщина может зачать. Когда там номинантов на Нобелевку выдвигают, тут Катюшу надо приписать. Вы, кстати, знали, что секс не связан с беременностью. Не у всех, кто занимался сексом, есть дети. Выводы напрашиваются сами собой. Логика героев беременна в 16. Главное понять, что они засадили вам эту матрицу старения злонаверенно. Почитайте, сколько на ваших менстрах они поднимают денег. Возьмите документы прямо сейчас и посчитайте, сколько средств вы затрачиваете на гигиену. А, вот оно в чем дело, Петрович. Это злые производители прокладок месячные придумали. Ну, то есть до 20 века о менструации знать не знали. А если взять калькулятор и посчитать, сколько на нас зарабатывают магазины продуктов? О, а вот и новая тема для ТикТока. Выключаем процесс пищеварения. Просто бизнес, чтобы вы выносили деньги из семьи и разносили этот мир, испытывая дискомфортные чувства. Кто разносит этот мир? Политики, военные конфликты, коррупционеры? Женщины с их невыключенными месячными. Вместо радости? Вспомните, какие были страдания в семье, когда у женщин приходят они? Вот так. Месячные у женщины, а страдает семья. Менструация, пару ступенек оставим пустыми, нетрадиционные ценности, алкоголизм, домашнее насилие, главные проблемы. Вспомните, сколько дней в месяц вы при этом остаетесь адекватно и расслаблены. 5-6 дней идут менстры, два раза в месяц идет луна. Вам нравится так жить? А вы способны взять контроль над своей жизнью и 365 дней в году регулировать процессы и управлять ими? Начните познавать себя и узнаете еще больше о своих возможностях. Вот Катенька узнала о своих возможностях нести параноидальный бред и решила эту способность монетизировать. Ну, ей луна-то не управляет. Помните, я вам рассказывал про фудбенд? Вот они опять меня выручили. Идеальный вариант, когда нужно, чтобы еду доставили быстро и в любое время суток. Готовить-то некогда, когда монтируешь новый выпуск. Фудбенд это рестораны доставки еды. То есть сами готовят и сами круглосуточно доставляют. И отвечают за качество. Большие кухни фудбенд по всему городу. Так что привезут быстро. Только недавно еще несколько новых точек открыли. Мне еще нравится, что тут большой выбор блюд. И пицца из итальянской печи с разными сытными начинками. И много лапши, вока и азиатских блюд. И роллы с рыбкой или унаги. И поки с лососем или креветками. Можно чередовать под настроение. Вегетарианские блюда тоже вполне себе есть в меню. А по промокоду ОСТАПОВ скидки вообще на все заказы. Хоть каждый день. Самая популярная пицца по моему промокоду Пепперони. Но я призываю вас быть креативнее. И сам сегодня заказал кое-что поинтереснее. Вот Парма Руккола. Ароматная и сытная пицца с пармской ветчиной и пармезаном. Италия как она есть. А вот пицца Том Ям. Да-да, вы не ослышались. Вкус того самого супчика с креветками со всеми нюансами аромата перенесли на пиццу. Это удобно, вкусно и сытно. Напоминаю, что в Фудбенд есть промокод ОСТАПОВ. Это хорошая скидка до 25% на все блюда. Переходите по ссылке в описании. Вводите промокод ОСТАПОВ и будет вампир круглосуточно. Катюша у нас специалист широкого профиля. Но глупость и беспринципность не знают границ. И она как настоящий гинеколог готова раздавать диагнозы направо и налево. Катюш, вам налево. Потом еще раз налево прямо и нафиг. В неманточная беременность у женщины возникает, когда женщина не хочет понести и ненавидит материнство мужа и дитя. И когда не желает делить ребенка ни с кем. В ней говорит материнская ревность, противящаяся тому, чтобы кто-либо посекал на ребенка. Вот знаете, иногда бывает такое странное состояние. Хочется кому-то плюнуть в лицо. Не знаю, к чему я это сейчас вспомнил. Ладно, несешь ты чертову псевдонаучную ахинею про заговоры, менструацию и выход из парадигмы. Санитары! Но людей, столкнувшихся с реальной трагедией, зачем трогать? Ага, деньги и клики не пахнут. Это вот прям то, что и нужно слышать женщинам с нематочной беременностью. Да ты же сама виновата! Повторю, Катюшенька Черная Душенька готова переподготовкой психологов заниматься. Ты просто ненавидишь мужа, материнства и ребенка. Все чаще понимаешь, что совесть это опция не по умолчанию. Токсикоз бывает у большинства женщин, а сейчас вы узнаете его про то причину. Поэтому присядьте на всякий случай. Кто желает подсознательно абортировать или выбривать дитя, у того происходит токсикоз. У любящих и осознанных матерей токсикоза на сносях нет. Живите теперь с этим и простите себе свою ненависть. Мерзость. Вот знаете, иногда дети играют в больницу. Посмотрите, я доктор! Вот Катенька, похоже, в детстве мечтала стать гинекологом. Только вот знаний для поступления в медицинский не хватило. Вот она сейчас и отрывается. Мам, смотри, я в тихточке про токсикоз рассказываю. И чувство вины беременным навязываю. Вирусы скажем аккуратно так, это некий фейк. А, вирусы это фейк. Ну, если менструацию придумали, то звучит вполне себе правдоподобно. Ну, вам нужно знать матрицу образа вирус. Нерпес, симплекс вирус или обычная простуда на губах. Это ваше стремление переделать мир. Самобичевание из-за окружающего зла. Чувство ответственности за его искоренение. Этот стресс может перерасти в идею завоевания мира. Или заставить снимать подобные тиктоки. Ну, как вариант. Замучила молочница? Пиши ватсап. Дам вам одну простую практику, как с этим справиться в домашних условиях. Ну, какая умничка. Ватсапе медицинские советы раздает. Ну, золото, а не девушка. Храп выражает отчаяние от невозможности наладить отношения с людьми. Вы храпите? Устраняя симптомы, вы работаете со следствием, а не с причиной. Пока вы ненавидите людей, вы будете и дальше храпеть. Господи. В этой жизни все есть матрица. Все есть живо, говорят поклонники этого демона Шиваиты. Все есть живо, говорит традиция. Все есть матрица, говорит кон. Окей. Украшения настоящему мужчине не нужны, когда рядом с ним есть настоящая женщина, которая его украшает. О, наша остановочка. Настоящие мужчины и настоящие женщины. У нее еще видосы про самцов и самок есть. А чтобы женщина украшала, нужно ее вначале укротить. Ведь неукрощенная женщина не красит ни себя, ни мужчину, который рядом с ней. Ладно, даже трогать не буду эту идею украшения людей. Господи, 21 век. Но у меня одного ассоциация с девочкой-пятилеткой, которую на стульчик поставили стишок рассказывать. И она платьишек теребит. Узнайте, как нужно жить и что конкретно делать, получив инструкцию к жизни у меня. И живите счастливо. Лучшие умы человечества пытались ответить на вопрос, в чем смысл жизни и как эту самую жизнь прожить. Философия, религия. Катюша в платье и диадеме. Напиши мне, я тебе инструкцию к жизни дам. Инструкцию, блин, к жизни. Незнание конов как бы не освобождает от ответственности. Путаница базовой иконической и сакральной теории приводит к неминуемой жизни в самомнении. Отсутствие в свободном доступе здравомыслящих и компетентных персон делает жизнь полную страданий и мучений и неизбежно приводит землянина в яму жизни. Это типа Катюша здравомыслящий землянин? Окей, окей. I see you, girl. А дальше куча курсов, марафонов и тренингов. Уже одна матрица этого слова кричит вам, какой нахер марафон, если Мара богиня смерти? Все на виду, куча курсов, на которых вы продолжаете сливать деньги, так как осознали, что в школе вам так и не рассказали, а как же нужно жить и что нужно делать, чтобы жить счастливо, богато и радостно. А чем сама Катюша занимается, продавая консультация и патронаж? Только в момент действия делания происходит разархивация родовой памяти и вы вспоминаете, как делать, что делать и получаете результат, потому что все ответы в виде записанного сценария находятся внутри вас, но самостоятельно извлечь ответ практически нереально. Поэтому нужен мастер ключей и проводник, который подберет пароль, чтобы вы пользовались своими возможностями и способностями и жили свою жизнь, а не чей-то навязанный сценарий, который они изощренно втемяшивают вам в бошку, чтобы и дальше пользоваться вашей силой и потенциалом. А, вот оно что. Марафоны, курсы – это, естественно, развод. А вот мастер ключей – это другое. Катенька у нас мастер ключей, гинеколог, продавец инструкций к жизни. Юлий Цезарь. «Я не разводила, я фея», – говорит Блиновская. «Я не несу бред, я мастер ключей», – говорит Катенька. «Я психиатр», – говорит Софья Доринская. Раньше это делали деды в мотивировании детей и внуков, развитию навыков и действий. Сегодня это приходится делать мне. Какая бедняжка? Приходится. За всех нас страдает. Денег ей, что ли, переслать? Женщина, у которой все нормально, с психологическим состоянием, кайфует и ей очень нравится делать свои обязанности. Она с большим удовольствием готовит, с большим удовольствием стирает, все делает с большим удовольствием. Ей все это очень нравится. Ей нравится быть женщиной. А какие-нибудь другие ассоциации с женщиной могут быть? Или это только стирка и готовка делает женщину женщиной? А если же вы слышите, я только убрала, опять все раскидали. Я что тут нанялась? Что за падла опять насрал и раскидала свои носки? Один единственный вопрос к таким женщинам. Вы уже себе признались, зачем вы замуж выходили? И что на самом деле хотели поиметь? А чего теперь плачете и страдаете, что вас имеют? То есть если человек вне зависимости от его пола хочет, чтобы его домашний труд не обесценивали, он сам виноват? Да, если я помою полы, а гости прям в грязных сапогах пропрутся в центр комнаты, я буду недоволен. А, ну мне-то можно, я же не женщина. А вы знаете, что с момента сообщения вражеской карманной организации Орков ГОЗ о начале пандемии 30 января 2020 года и даты объявления ГОЗом об омикроне 26 ноября 2021 года прошло ровно 666 дней. Проверяйте. О, орки 666 дней. Может еще астрономии немножко? С 14 января по 4 февраля приходит ретроградный Меркурий, а это значит, что все начинания следует доделать до начала этого периода. Надо быть аккуратнее с желаниями. Лучше обратитесь к оснознающему и ведающему, чтобы сверить запланированный алгоритм действий на экологичность. Стоит предусмотреть все риски заранее. Живите здравомыслием, самомнение плохой помощник. Ммм, не только мастер ключей, борцунеса с месячными, еще и яснознающая. Титулы этой дамы скоро в шапку профиля помещаться не будут. А какие-нибудь интересные теории заговоров имеются? Да вы просто не в курсе, как они живут и как они действуют. Ими движут подсознательные алгоритмы, так как все адепты матрицы бессознательно объединены в единую сеть, в единую матрицу. И миром правит эзотерический монархизм. И нужно понимать, что орки четко следуют своим инструкциям в священных их писаниях прописанных. Вы не догоняете, что они безукоризненно следуют предписанием. И если им сказано сделать мероприятие по карпонизации, они это сделают. Жаль у вас пока что нет незнания, нет понимания, что бредет. И у вас они спрашивать не будут. Но ключ в том, что все ваши фобии, это не фобии, это ясновидение. В НАВИ все ваши опасения это предвестники, знаки. Услышали? Да. И лучше бы я этого не слышал. Повторю. Санитары! Хотя бы выучили бы матчасти этимологию понятий и образов. Только ДЛБ надеется найти алмаз в отвале отработанной так называемой породы. Карьера. Карьер это то, что выкапывают во время добычи драгоценностей. А карьера это то, что остается в виде переработанной густой породы, в которой нет ничего, кроме пустого грунта. Будете и дальше свою жизнь строить на основе образов врага. Идти по карьерной лестнице в никуда. Живите в традиции. Не будьте рабом Кощея. Изучайте иконы. Живите в устойчивом развитии, а не деградировании. В карьере уже все полезное добыли. А тебе лишь кинули обманный образ. Глубоко. Пожалуй, даже слишком. Безальтернативные истории, конечно, тоже не могли обойтись. На самом деле, еще лет 200-300 назад не было проблем ни с освещением огромных территорий, ни с обогревом здании и помещений, ни с электромобилями, ни с электродранспортом. Отапливалось все электричеством 300 лет назад. Я не понимаю, санитары сегодня придут? Помните одно гениальное движение, разделившее всех женщин на хитринь, мозгини и прочих инь? Там еще профилактических лещей предлагали отвешивать. Так вот, Катюша решила упростить эту сложную систему всего до двух пунктов. А ведь сценария всего два. Либо богиня, которая рисует образы, сплетая рисунки судьбы и получает то, что ей нужно, либо самовила, которая сама себе вилы под колеса подкладывает. И пока каждая в себе эту рептильную сучь и сущность не обнаружит, женщины и дальше будут крушить все вокруг, проезжая по мужчинам, словно бульдозер, прямиком в болото и квакать. Узнали это в себе? Приходите и получите схему, что с этим делать. Кстати, забавно, что именно подобные ролики получают больше всего репостов. Вот, видите, умная женщина говорит правду о женщинах. Да, очень умная. Главное, адекватная. Наверное, в конце нужно сделать какой-то вывод. Еще бы знать какой. Не бросайте школу после четвертого класса?